Персик, листья персика. Вот ему немножко уделю побольше внимания, потому что в принципе листья персика известны в народной медицине, особенно в медицине Китая, где он считается по значимости вторым после женьшеня, то есть омолаживающим средством, которые продлевают жизнь, улучшают качество, ну как бы противо средства от старения, геронтологическое можно так сказать средство, там он очень популярен, то есть там он раскручен. В России как-то почти неизвестно о его лечебных свойствах, но есть такой ученый Плешаков, который все-таки изучал листья персика при онкологии, и он работал в медицинском институте, научно-исследовательском Пермском институте, и благодаря его исследованиям стало доказано, что он не только работает как адаптоген, улучшает качество, но он сдерживает не только воспалительные процессы, но и сдерживает рост онкологических клеток, то есть их пролиферацию. Проблема в том, что эти онкологические клетки не имеют тормозов, они постоянно растут, растут, неограничены, рост их неограниченный. Уничтожить этот рост какими-то другими средствами не удается, но листья персика все-таки способны в какой-то степени сдерживать этот рост. И учитывая то, что и по данным Плешакова сдерживание происходит в 25% случаев, когда применяют этот препарат. И Плешаков отметил, что улучшается качество жизни этих онкобольных. Они, можно сказать, даже лежачие, беспомощные уже, которые потеряли надежду, после двух-трех месяцев такого приема препарата из листьев персика начали активно что-то по дому делать, выходить на улицу, у них исчезала боль, у них повышалось настроение, вера в излечивание повышалась, оттягивался процесс ремиссии. Это очень важно, кстати, оттянуть на более длительный период развитие этого заболевания. Почему это нужно? Потому что, допустим, болезнь обычно в среднем тянется онкологического больного полгода, год, полтора года. И за это время другими методиками не успевают схватить, включить другие препараты, чтобы помочь этому вытащить из этого тяжелого состояния. Нет запаса времени. А если мы с помощью таких препаратов дадим этот запас времени, а потом другими методиками, допустим, я расскажу отдельно про этих методиков, но дадим шанс этому человеку выйти из этого острого состояния, а потом долечивать его другими методиками, то мы увеличим шанс на излечение или хотя бы на увеличение продолжительности жизни такого больного, или на улучшение качества этих пациентов, качества жизни этих пациентов, что тоже очень важно. Потому что сама онкология это очень мучительное состояние, это боль, это температура, это слабость, это немощность, это воспалительные процессы, это потеря аппетита, это кошмар. Столько всего накатывает на человека, и он как бы полностью в полной пространстве, он не знает что делать, он беспомощный. Вытащить из этого состояния, а потом уже лечить, это тоже очень важно.